рыночная конкуренция одни так теперь ролик называется 5 минут и конкуренции экономические мифы капитализма и боготворят считая что именно этому экономическому механизму человечество обязаны всем что имеет другие указывает на то что конкуренция приводит к кризисам перепроизводства войнам и нерациональной трате ресурсов так какую роль играет конкуренция и можно ли ее заменить планирование сегодня я постараюсь ответить на этот вопрос за 5 минут кстати в этом ролике название этого ролика уже не сказано что осторожно научно значит он будет со всеми научным некоторые полагают что рыночной экономики много тысяч лет что рыночная конкуренция также естественно как естественный отбор в дикой природе что она неотделима от человека и общество без нее не сможет эффективно существовать нет ну рыночная экономика она о чем на сном она основана на чем значит она основана на склонности людей обмениваться между собой благами до материальными и духовными и вот эти люди то есть мы с вами все люди которые существуют на земле они умеют совершать акты обмена себе подобными и совершают их при этом то что они отдают в качестве обмена они ценят меньше чем то что получают и в общем это является базисом свободного рынка базисом рыночных отношений поэтому да как человек появился так рыночные отношения появились собственно даже дети умеют вступать в рыночные отношения они обмениваются игрушками например они знают в общем что такое деньги которым пользуемся мы до фиатные деньги скажем они придумывают какую-то свою собственную валюту то есть рынок это то что у человека заложено в природе рыночные отношения конечно же это не так в античную и феодальную эпоху мы можем говорить только о небольших элементах рынка с преобладанием натурального хозяйства в экономике рыночная свободная конкуренция стала главенствующим экономическим механизмом только в 17 18 веке то есть 300 лет назад кто-то полагает что чем больше конкуренции тем обязательно лучше для потребителей и это тоже неверно вот у нас только появился рынок какой-то услуги x пока поставщик только один и он ставит цены какие хочет это конечно же очень плохо это вообще ложь потому что поставщику не может ставить цены какие хочет он будет ставить и цены по которым потребители готовы покупать его продукт то есть это одна из ошибок социалистов левых то что они думают что будто бы если некий человек производит товар в одиночестве в гордом одиночестве у него нет конкурентов значит это товар будет покупать по любой цене по которым и которую он установит но это конечно же не так потому что потому что зависит еще и от потребителей все то есть помимо производителя есть еще и потребитель вот появились новые игроки и наш первопроходец конечно же вынужден снижать цены и внедрять новые способы производства вот парадокс если мы добавим еще к примеру 10 поставщиков то цена только увеличится покупатели теперь разбиты условно на 10 групп что повышает накладные расходы такие как аренда помещения реклама для каждого производителя и завышает минимальную цену продукции к примеру у вас на районе 10 кафе и вроде как этого достаточно но кто-то считает что нет и делает еще одну в итоге поток посетителей в каждом кафе еще более уменьшается что но это абсолютно ложное примитивное представление все зависит от того какое-то кафе то есть опять же совершенно выпускается с виду качество все все основано на том что есть некое количество которое вот с математической точностью будет понижать количество клиентов там распределять их по всем остальным кафе прочее качество этих кафе субъективно подпочтение людей вообще не берется в расчет опять же смотря что за кафе может она будет настолько шикарным и настолько конкурентоспособную что все остальные кафе 10 штук останутся без клиентов все перейдут в то кафе уже здесь можно как говорится дальше можно смотреть приводит к увеличению минимального чека потому что вы грубо говоря своим заказом оплачивать арендную плату за те места которые не заняты хороший пример произошел 10 лет назад на хабаровский рынок летел сервис максим он существенно снизил цену перевозки и за короткий срок разорил десятки компаний пожалуйста фирм стало меньше но потребитель от этого только выиграл рынок ну так а в чем проблема то личная конкуренция это многогранное противоречивое явление она имеет как положительные так и отрицательные стороны тут на самом деле никакого противоречия потому что рыночная конкуренция она делает товар качестве и дешевле да потому что никто не будет покупать некачественный дорогой товар а те кто не способен удерживать цену и качество на достаточно премиум для потребителей уровня или не хочет этого делать те просто уходит то есть сокращение количества фирм в том или ином секторе вовсе не означает что все эти фирмы обанкротились вот это тоже очень важный момент который нужно запомнить всем социалистам то есть если фирм стало меньше это не значит что они все ушли с рынка потому что они обанкротились них не осталось денег люди лишились работы и так далее на самом деле многие просто многие предприниматели будучи предпринимателями все-таки они роботами да они могли решить что более в этом секторе им нет смысла оставаться решить что им выгоднее заняться чем-то другим скажем так переквалифицироваться заняться другим бизнесом вот поэтому да не все не все не всякое сокращение фирм является разорением этих фильм фирм и не всякое это сокращение является чем-то ужасным точнее вообще не является чем-то ужасным если это происходит в условиях рыночной свободы то есть потребитель от этого только выигрывает конкуренция заставляет внедрять более совершенное оборудование сокращать издержки но проблема в том что человек его заработная плата его безопасность на рабочем месте это тоже издержки экономия на заработной плате существенно снижает платежеспособный спрос населения не не издержки определяют цены цены определяют издержки увеличение рабочего дня увеличение интенсивности труда это хорошо для конкурентной борьбы но плохо для работника ну повсеместно по всему миру за последние несколько столетий продолжительность рабочего дня только уменьшается они увеличиваются отнимает его здоровье в погоне за прибылью и сокращением издержек капиталисты не только пренебрегает безопасностью своих работников опять же не пренебрегают потому что это во первых тупо невыгодно потому что если у вас предприятие будет очень сильно опасным для работников туда никто не придет работать вот кроме того государство что шарфовать засудить можно вот во вторых предпринимателям наоборот создавать комфортные условия для работы для своих работников скорее выгодно чем не выгодно потому что это увеличивает производительность их труда арабский труд полу рабский труд у не эффективен это уже давно известно всем предпринимателям и историкам и экономистам соответственно человек не должен чувствовать себя рабом и не должен работать рабских условиях но и посетителей так после инцидента зимней вишни в ходе проверок в россии было закрыто 458 торговых центров 11 с половиной тысяч торговых центров кинотеатров и детских комплексов работали серьезными недочетами в автоматических системах пожарной сигнализации и оповещения пожаре а почти в каждом десятом т.ц было недостаточно огнетушителей и ну как бы это косяк государства который занимается безопасностью пожарной безопасностью все эти вещи пожарная безопасность например санитарные нормы это все наше время регулируется государством соответственно все шишки все на государство сваливать они на предприниматели да предприниматель понятное дело он в таких условиях когда он все может предоставить государству государственному чиновнику, государственному надзору, который приходит, проверяет, ставит галочку в документе, он себе может предоставить государству, этим особо не заморачиваться. То есть он выполняет определенную требуемую от государства норму, потому что иначе как бы эти предприятия работали, если бы чиновник не пришел и не нашел, что эти нормы выполняются. И все, а дальше он занимается с вами, собственно, предпринимательским делом. А вот если бы государство не занималось бы этими вопросами, если бы оно не регулировало пожарную безопасность, санитарную и так далее, как раз-таки вот в этих условиях, уже по-настоящему рыночных условиях, предприниматели бы были более внимательны по отношению к безопасности и сотрудников, и клиентов. Потому что все шишки были бы уже только на них. В случае чего виноваты были бы во всем только они. А так можно на государство свалить, на чиновников, которые допустили такое, на коррупцию и так далее. Это называется социальные риски. И то же самое, как я рассказывал на прошлом стриме, происходит в банковском секторе. Потому что страхование вкладов, оно делает поведение клиентов банка менее чутким в отношении платежеспособности банков. А зачем быть более чутким? Зачем интересоваться платежеспособностью банка, если государство все равно вас подстрахует в случае, если этот банк рухнет? Соответственно, банки, которые недобросовестны, они таким положением дел пользуются и предлагают более высокие ставки, чтобы к ним несли эти денежки. Экономическая конкуренция неизбежно порождает кризисы перепроизводства, так как каждый производитель уверен, что именно... Кстати, автор ролика очень похож на Элайджа Вуда. Он сможет сбыть всю продукцию, а у его конкурентов этого не получится. В итоге продукции делается гораздо больше, чем платежеспособный спрос, что приводит к увеличению безработицы, голоду и ухудшению всех показателей жизни. Это абсолютно бездоказательное утверждение. Экономическая конкуренция также неизбежно порождает политическую конкуренцию. Так, финансовые монополии начала 20 века оказывали существенное влияние на политический курс крупнейших государств, что привело сначала к военным конфликтам в колониях, а затем к Первой и Второй мировой войне. Ну и самое главное, что вам нужно знать о рыночной конкуренции, это то, что она с течением времени изживает сама себя. Рынок с течением времени стремится к монополизации, и государство здесь ни при чем. Ну конечно, ни при чем государство, только вообще-то монополии это законодательно закрепленное положение дел, когда привилегии той или иной компании, они имеют основания в законе. И исторически монополии появились не на рынке, а в государстве. То есть государство, например, короли Франции или Англии, и на Руси тоже выдавали монополии. На торговлю, на добычу соли, там еще что-то. Но они выдавали монополию. То есть монополия вообще своим происхождением обязана государственному институту, который имеет полномочия принимать экономические решения. Вот, собственно, оттуда монополии берутся. Она может только ускорить или замедлить этот процесс, но сам источник монополизации – это конкуренция. С течением времени в результате конкуренции неэффективные предприятия разоряются, а более эффективные фирмы укрупняются, захватывая их долю рынка. Если вы не верите статистике или экономистам, вы можете сами наблюдать своими глазами, как торговые сети постоянно, постепенно вытесняют мелких игроков с рынка. Я, кстати, этого не наблюдаю абсолютно, потому что как раз наоборот торговых сетей очень много сейчас, но в то же самое время, особенно в последние годы, возможно, в связи с кризисом появилось очень много мелких лавок. То есть даже в том районе, где я живу, вот напротив меня находятся три местные мелкие лавки. В одной делают шашлык, в другой хлеб пекут еще два магазинчика есть просто. Хотя рядом есть лента, рядом есть, ну была раньше призма, она, кстати, закрылась, призма огромный магазин, супермаркет. А лавочники как жили, так и живут. И, кстати говоря, очень популярны сейчас мелкие магазины по продаже мяса того же самого, мясные магазины. Я в них сам хожу, я не покупаю особо мясо в крупных супермаркетах. Мелкие лавочники сейчас процветают, прекрасно себя чувствуют, особенно те, которые продают продукты питания. И он сказал, что конкуренция везет к монополии, потому что уменьшается количество конкурирующих компаний, они разоряются. Большие компании, которые побеждают в конкуренции, они типа укрупняются и становятся монополистами. Но нет, в действительности, если мы посмотрим на компании, которые были 100 лет назад, многие из них уже сейчас вообще не существуют. То есть, если мы посмотрим на топ, там, каких-нибудь крупнейших 500 компаний в мире, это все компании, которые были основаны не так давно. Да, тоже Microsoft, это тоже компания, в общем-то, новая относительно, ну, по меркам, вообще, по историческим меркам, эта компания не такая старая. И почему же Apple смог существовать и Linux, и Android, хотя существовал такой и существует такой монополист, как Microsoft. Опять же, забывается, что помимо того, как конкуренция уводит с рынка неэффективные компании, что хорошо для всех, появляются и новые компании. То есть, это почему-то у него не учтено. Он говорит о том, что компании количество уменьшается, да, и появляются более крупные компании, но не упоминает, что растет количество новых компаний, других предприятий. Почему он об этом это не упоминает? Нет, кстати, не согласен с того, что хач-пекарни, так называемые, они есть, безусловно, но далеко не только они. По крайней мере, одну я знаю точно, она русским принадлежит, а мясные магазины, как правило, вообще, это, как правило, русские держат. Процесс виден невооруженным глазом. Так, например, сеть ДНС за последние 10 лет стала монополистом на рынке компьютерных комплектующих Дальнего Востока и Сибири. А, к примеру, операционной системе Android понадобилось всего-то 5 лет, чтобы в конкурентной борьбе уничтожить всех своих конкурентов. Каких конкурентов? А здесь скажу, каких конкурентов Android уничтожил. Сейчас вам скажу точно, назову. Такой прикол. Так. Может быть, вы вспомните, как называлась операционная система Microsoft для телефонов? Windows Phone или как она там? Да, Windows Phone. Разработанная Microsoft, которую этот товарищ называет монополистом. Собственно, Windows Phone, она обосралась. На телефонах она полностью провалилась. Как же так? Монополист проиграл какой-то компании, которая за 5 лет смогла вытеснить ее с рынка. Вот видите, достаточно просто залезть в Google, посмотреть в интернете и понять, что никакой монополии. Вот, пожалуйста, конкуренция съела монополисток, так называемого Microsoft-овского. Да. Есть еще, кстати, операционная система для телефонов. Ну, у нас она не распространена. Канадская фирма Blackberry. У нее своя собственная операционная система. Это в основном в Северной Америке телефоны распространены. У меня раньше был такой, но очень быстро разряжался. Эти процессы идут в одних отраслях быстрее, в других медленнее, но все идет только в одну сторону. В сторону укрупнения капитала и монополизации. Что такое торговая сеть? Это десятки или даже сотни магазинов, которые не конкурируют между собой, а работают вместе, по единому плану. И торговые сети выигрывают, потому что они предлагают больший ассортимент и меньшие цены. Либертарианцы часто говорят, что если бы государство не вмешивалось, то монополиям бы постоянно мешали новые компании. Некоторые утверждают, что государство искусственно не пускает новых игроков на рынок. Кстати, я бы не сказал, что торговые сети предлагают более низкие цены, потому что недавно я нашел классный мясной магазин, где мясо дешевле, чем в ленте. Лента покрупнее всякое. Тысячи раз, но тем не менее там цены на ту же индюшатину выше. Но давайте с вами представим, что государства нет вообще. У нас есть компания с 10-летним стажем и 70% долей рынка. И стартап, который только что начал свою деятельность. Для первоначального капитала он взял кредит в банке, уже на 10-20% увеличив свою минимальную себестоимость продукции. Рекламные расходы монополиста размазываются на 100 магазинов или больше. И у него уже есть репутация, поэтому в принципе реклама ему не так сильно нужна. Рекламные расходы стартапа гигантские в процентном соотношении и сильно увеличивают минимальную отпускную цену. То же самое с затратами на бухгалтеров, логистику. Также крупная компания может закупать товар большим оптом, существенно экономив на закупочных ценах. Так зачем им государство? У новичка на этом поприще нет практически никаких шансов. Монополии концентрируют своих рук. Если у новичка нет шансов, то почему они постоянно появляются? В руках огромные ресурсы, но всю выгоду от их деятельности получают их владельцы, а не общество. Монополии уничтожают конкуренцию, но они не могут изжить ее полностью. Свободу... Новичку достаточно расположить свой магазин в каком-нибудь людном районе, построить какой-нибудь павильончик и начать продавать чуть-чуть ниже по цене или чуть-чуть выше качества, чем в соседнем супермаркете и все будет нормально. Таких новичков вот в моем районе просто уйма. Монополия рыночная конкуренция заменяется конкуренцией между транснациональными корпорациями. Монополии используют планирование, но они не могут построить общенациональную плановую экономику. Но они используют планирование в условиях рыночного ценообразования. Правильно. Которое исключало бы возможность кризисов и нерационального расхода ресурсов. Неважно, как вы относитесь к рыночной конку... Что такое нерациональный расходы ресурсов? Конкуренции хорошо или плохо? Объективный ход истории не интересуется нашим мнением. А, объективный ход истории. Знакомая тема. Кажется, Семен про это говорил, да? Объективный ход истории. Вот в чем дело. А, и Вестник Дури тоже говорил про объективный ход истории. Рынок окончательно монополизируется. С одной стороны, изжив все положительные стороны конкуренции, с другой стороны, не раскрыв положительные стороны планирования. В конечном итоге монополии будут объединены в одну большую сверхмонополию. Когда же это произойдет? Когда же они объединятся уже в одну монополию? Что-то все... Маркс еще говорил про это. Все никак не объединятся. Все никак не получается. Все больше и больше компаний. Контролем всего общества в результате социальной революции. А конкуренция между фирмами будет заменена новыми формами мотивации. Это тот минимум, который нужно знать о конкуренции каждому. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Не пропустите новое видео. Да, замечательно, конечно. Это последний в ролике.